Приветствую комрады, обзоров тепловизионные приставки Т2 Про в сети навалом, а вот сравнение с настоящими тепловизионными монокулярами с гулькин нос. Сегодня же исправим это упущение. На промоматериалах Т2 Про часто называют заменителем монокуляров. Мне и самому было интересно сравнить. У меня как раз оказался в закромах тепловизор монокуляр схожей весовой категории, с матрицей 256 на 192 и частотой обновления 25 ГЦ, точно такие же параметры как и у Т2 Про. В начале статьи будет формальный обзор, потом немножко примеров, спойлер, будет живой тигр вблизи, и затем то самое сравнение. Поехали, технические характеристики Т2 Про. Матрица, VOX 12 микрометров 256 на 192. Углы обзора 13, 6 градусов x10, 2 градуса градусов, оптика, Германии 13 миллиметров. Частота обновления, 25 кадров, сука чувствительность сенсора, Antut 50MK. Фокусировка, ручная механическая. Формфактор, приставка к смартфону. Тип штикера, USB Type 100 Lightning. Технический характеристики Гайд ТД 210. Матрица, VOX 12 микрометров 256 на 192. Углы обзора 17, 1 градус, 13, 0 градусов градусов, выходной зрачок, 12 миллиметров. Оптика, Германии 10 миллиметров. Частота обновления, 25 кадров, сука чувствительность сенсора. 50MK собака F1 25. Поддержка Wi-Fi BT. Есть. Дисплей, Фукос 0. 4 эндквод, фокусировка, ручная электронная. Формфактор, самостоятельное устройство. Тип штикера, USB Type 100. Распаковка, комплектация. Все это пришло в одной большой посылке. 1. Тепловизор в запечатанной коробке. 2. Металлический корпус в запечатанной коробке. 3. Рукоятка-держатель в пакете. 4. Крашнтюин металлический в пакете. 5. Лазерный целеуказатель. Лазерную указку можно крепить к кронштейну, питается от трех таблеточных батареек типа LR44. Ее роль это подсветить точкой место, куда направлен тепловизор. Тепловизор точку не видит, ибо мощность лазера крайне мала, чтобы подогреть поверхность. Тушка металлическая, сделана на совесть. Есть ключи шестигранники для фиксации на планке Вивера или Пикатинни. Использовать скорее всего не буду, но отдельно для установки на ружье или ПКП сгодится, для тренировочной стрельбы или любителям топового оружия из Resident Evil 4 и 5 частей. Полды поймут. Металлический кронштейн. Можно закрепить свой смартфон и тепловизор по отдельности, соединив их шнурком. Кстати, китайцы кронштейн доработали, снабдив его специальной планкой для продевания кабеля, тем самым защищая штекер тепловизора от излома. Планка держится на двух винтах под шестигранную отвертку. Кронштейн разборный. Губки прорезинены, чтобы не оцарапать корпус смартфона и тепловизора. Кронштейн прикручивается к этой рукоятке. Покрытие Soft-Touch. Наверху торчит винт 1,4 дюйма. И внизу есть резьба 1,4 дюйма. У основания есть ушко для темляка, например, чтобы на шею повесить при выходе в поля, в собранном виде. Металлический корпус бережно и заботливо упакован в персональную коробочку, вложимент из поролона. Зачем он нужен? Помещаете внутрь тепловизор, вместе с телефоном ставите на оружие на планку вивера или пикатинни и вуаля, у вас тепловизионный коллиматорный прицел. В комплекте кучка винтиков, шестигранных ключей и двою переходничка Type 100 и Lightning. Наверху корпуса на всякий случай есть еще одна планка пикатинни для установки доп. обвеса. Внизу из коробки установлен переходник с резьбой 1,4 дюйма для установки на ручку. Так, распаковываем тепловизор. В коробке куча бумаженца и фирменные наклейки с лого бренда, инструкция с полезными советами. Телевизор лежит в жестком кофре на молнии. В наличии два кабеля шнурка на USB Type 100 и на устаревший разъем microUSB, так что обладатели старых смартфонов могут ликовать, что не придется искать особые переходники на Али. На кофре наклеено предупреждение, 1. Не наводить тепловизор на солнце. 2. Не наводить тепловизор на сверхгорячие объекты. Тепловизор идет на линзе 13 мм, самая большая линза среди моделей с матрицей 256 на 192 точки. Колпачок крепится за объектив, теперь вы его не потеряете. Тушка тепловизора квадратной формы, на ней нанесено название бренда XINFORT. Мне тепловизор пришел со штекером Type 100, в продаже бывает и под iPhone. Размеры корпуса маленькие 2,5 см в ширину и 3,1 см в длину с объективом. Сборка в металлическом корпусе. Процедура сборка простая. Разбираете корпус, помещаете туда тепловизор, сняв с него колпачок. Прикручиваете планку держателю плотнителем в сторону тепловизора. Скручиванием укладываете внутрь шнурок удлинитель и закручиваете крышку корпуса. Вставим U-образный переходничек сбоку. Готово. На моем арбе, внешнее сравнение T2 Pro и Guide TD-210. А вот и монокуляр тепловизионный Guide TD-210. Одна из бюджетных моделей. Матрица 256 на 192. Частота 25кс. Сделан в виде полностью автономного устройства. Работает от аккумулятора 18656-8 часов. По Wi-Fi может работать со смартфоном через свое приложение T-Urgotiv. Смотреть картинку можно через видеоискатель с настраиваемыми диоптриями или через экран смартфона по Wi-Fi. В меню у него встроено 5 палитр. Фокусировка электронная и есть зум 3-кратный, по умолчанию 1,5-10. T2 Pro и TD-210 в сравнении рядом. Малыш и великан. Оптика UT-2 Pro 13 мм с углами 13, 6 градусов X10, 2 градуса. А у TD-210 10 мм с углами 17, 1 градус 1013 градусов. У обеих моделей материал оптики очищенный Германией. Кстати у TD-210 есть уже встроенная лазерная указка. Внешне аппараты сравнили, теперь бегло сравним мобильные приложения. Мобильное приложение от TD-210. Монокуляр TD-210 самостоятельное устройство, но изображение можно передавать на смартфон по Wi-Fi и записывать в память. Приложение называется Teorgo Tyr, здесь 5 палитр, включая фирменную гайд синий-зелено-красную. Есть цифровой зум 3-10, улучшалки изображения, настройка контрастности и яркости. Внизу в тестах контраст будет выставлен на максимуме 10, а яркость на 5. Мобильное приложение T2 Pro. Для работы с тепловизором приставкой обязательно включаем OTG в системе и скачиваем приложение к Sinfroft Search из Play Маркета. Приложение есть для андроида и для айфонов. Работает приложение исключительно с T2 Search, T2 Pro и T3 Search, не путайте с T3 секунды. Уникальной фишкой приложения является цифровой зум. В X-Teorm этого нет. Значки в правой колонке. 1. Радужный кружок с выбором из 6 палитр. 2. Включить прицельную сетку, подробно позже. 3. Орлиный глаз режима высокого контраста. 4. Включить отслеживание горячих точек. 5. Калибровка матрицы. Значки в левой колонке. 1. HD высокой четкости. 2. Сделать фото. 3. Записать видео. 4. Открыть галерею. 5. Настройки. В настройках найдете ползунки эмиссии, как включить измерение температуры, повернуть картинку, включить режим картинка в картинке, включить компас, погоду. Прицельные сетки. А реализация неплохая. Прицельную сетку можно смещать по экрану как угодно. Пальцами или строго по вертикали и строго по горизонтали. Для этого нужно нажать на замок в центре выпавшего мини-меню и смещать сетку через стрелочки. При пристрелке архи необходимая вещь. Размер сетки увеличивается и уменьшается по желанию. Стилей прицельных сеток 7 штук. Есть охотничьи и тактические сетки. Даже арбалетчики будут довольны. Менять стили можно по свайпу слева направо или наоборот. Цвет прицельных сеток можно поменять. Всего 5 цветов. Смена по свайпу сверху вниз или наоборот. Пожелание разработчикам, чтобы добавили больше стилей сеток. Примеры с Т2ПРО. Машинка для стрижки волос. До включения. После включения рабочая часть триммера сразу нагрелась. Уникальные кадры. НЛО, залетевшее в мою комнату. Квадрокоптер G-Mavic. Вдалеке, если в небе, хорошо звездочка светится. Мистер Холодный Нос. Народ на улице, примерно 40-45 метров. Люди-человеки поближе. Машины. Вопрос на засыпку. Почему колесные пары по краям нагретые, а средняя пара холодная? Стервятник или гриф? Лицом к лицу с опасностью. Настоящий живой тигр. Тестовый стенд. Переходим к самому интересному. Собрал на штативе такую конструкцию. Два смартфона-видоискателя, два тепловизора. Внизу будут сравнения в ночное время суток при температуре 14-15 градусов Цельсия. Уровень относительной влажности воздуха померить было нечем, извиняйте. Машина, 26 метров. При лобовом сравнении Т2 Pro выдает картинку с более узким полем зрения и объект виден более крупно, чем через TD-210. Объясняется это оптикой. В Т2 Pro стоит более крупный и длиннофокусный объектив, чем у TD-210. Еще один важный бонус у крупной оптики это хорошая четкость и детализация. Палитра горячей белой. Палитра горячей черной. Палитра горячей красной. У Т2 Pro сумещена с высококонтрастным режимом. Палитра железной серой. Палитра синяя-желтая красная. Человек, 5-7 метров. Палитра горячей белой. Палитра горячей черной. Палитра горячей красной. У Т2 Pro сумещена с высококонтрастным режимом. Палитра железной серой. Палитра синяя-желтая красная. Человек, 25 метров. При отдалении от объекта картинка через TD-210 постепенно теряет высокую контрастность. Палитра горячей белой. Палитра горячей черной. Палитра горячей красной. УТ-2 Прос умещена с высококонтрастным режимом, палитра железной серой, палитра синяя-желтая-красная, человек, 70 метров, палитра горячей-белой, палитра горячей-черной, палитра горячей-красной, УТ-2 Прос умещена с высококонтрастным режимом, палитра железной серой, палитра синяя-желтая-красная, человек, 140 метров УТ-210 из-за низкого контраста все становится как будто в небольшом тумане. Зато у Т2 Pro картинка контрастная и объект хорошо различим. Палитра горячий белый, палитра горячий черный, палитра горячий красный, у Т2 Pro сумещена с высококонтрастным режимом, палитра железной серой, палитра синя-желто-красная, человек, 140 метров, плюс цифровой зум у Т210 можно максимум 3-кратный цифровой зум, у Т2 Pro максимум 15-10, но даже тут преимущество остается за приставкой. Вывод. По картинке, по детализации, контрастности и дальнобойности к Синфрор Т2 Pro однозначно превосходит монокуляр гайд ТД-210. У Т2 Pro как-никак установлена хорошая большая оптика и палитр больше, и много места в кармане не занимает. Очевидный минус перед ТД-210 это эргономика и исполнение. Монокуляр ТД-210 сделан в виде отдельного девайса, его достал и сразу включил, а для Т2 Pro требуется смартфон. Но штука рабочая, полезная и нужная. Поясняю для чего может пригодиться Т2 Pro, для охотников искать живности под ранков в поле или лесу, для страйк-баллистов, для получения тактического преимущества перед соперниками, Для фермеров, для наблюдения и защиты домашнего скота на пастбищах от нападения волков. Для охраны, для наблюдения за периметром, объектом, хозяйством, участком, частным владением. Для моряков, например, чтобы при перемещении на лодке или катере ориентироваться по объектам на берегу и другим судам. Для поиска людей, к примеру, ребенок или пожилой человек ушел по грибы в лес и долго не возвращается, смотреть машины, технику и электронику и искать где и как что греется, например, можно вычислить, забит радиатор или нет, промокод. Сейчас в магазине действует промокод ксинфрорт, с которым цена будет, 35 637 рублей без доп. Корпуса Android iOS, 38 165 рублей с доп. Корпусом Android iOS, товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...